Здравствуйте, с вами календарь рыболова на телеканале Трофей. Ранняя весна заметно отразилась на активности рыбы. Она стала больше передвигаться по водоему в поисках добычи. Погода и атмосферное давление стабилизировались и остались на тех же отметках, что и на прошлой неделе. В этом выпуске мы поговорим с вами о ловле густеры, окуня, галавля и язе. Ну а теперь по порядку. Разница между дневной и ночной температурой воздуха пока что будет расти. Днем рудутный столбик покажет от плюс 7 до плюс 11 градусов, а ночью от минус 2 до плюс 1. Осадки маловероятны. В понедельник и вторник небо будет затянуто облаками, а ясная погода ожидается с середины недели. Влажность воздуха будет повышенной и на улице будет казаться холоднее, чем есть на самом деле. А это стоит учесть при выборе одежды для рыбалки. Давление воздуха будет в пределах нормы от 760 до 770 миллиметров ртутного столба, что обещает стабильную поклевку при тихой погоде. Улов на этой неделе будет зависеть от ваших умений правильно выбрать место лова. Температура воды и уровень кислорода в марте играют решающее значение. Густеру стоит искать в устьях рек, заливах и больших затонах, если те не засорены. Эта рыба не любит мутной воды и клев в ней значительно снижается. Густера, несмотря на потепление, все еще держатся глубины, поэтому самой многообещающей снастью послужит фидер. В основу прикормки лучше всего положить животные приманки в виде червя, мотыля или опарыша, предварительно смешав их с почвой водоема. Окуня в это время можно найти практически в любом водоеме. Для него также важен кислородный баланс, поэтому искать его стоит в тех же местах, что и густеру. Лучше, если ловить неподалеку от коряжника или в местах с рельефным дном. На этой неделе активность этой рыбы значительно повысится, благодаря погодным условиям. Среди снастей лучше всего подойдет спиннинг. Эта рыба будет держаться глубины около двух метров, неподалеку от дна водоема. С приближающимся нерестом окунь клюет все агрессивнее, но чтобы его поймать, понадобится прикормка, в качестве которой отлично послужит смеси с запахом мотыля, моллюсков или червя. Головль держится около дна, поэтому ловить его лучше на небольших реках. Эта рыба будет держаться рельефного дна, в ямах которого будут проводить большую часть времени. Самая эффективная снасть в мартовский сезон – донка, так как она позволяет без труда облавливать самые глубокие участки. Головль будет держаться глубины около двух метров, в случае, если течение слабое или хотя бы среднее. На сильных течениях ловля этой рыбы не принесет больших результатов. Следует учесть, что головль будет вести себя предельно осторожно, так что снасти должны быть максимально неприметными. Сечение лески должно быть не больше 0,4 мм, а поводка – до 0,3 мм. Лучшими насадками послужат личинка миноги или крупный дождевой червь. У язи, как и многих других видов рыб, близится нерест. Повышенный уровень воды, потепление и стабильная ясная погода заметно отразятся на его аппетите. Для ловли понадобится длинное телескопическое удилище, оснащенное кольцами. Лучшее время для выхода на рыбалку – с 8 до 10 часов утра, в то время, когда язь выходит на кормежку. Глубина ловли варьируется от 1 до 2 метров. При ловле в холодной воде огромное значение придают прикормке, которая должна содержать в основе животную составляющую. Подведем итог. Погода и давление на этой неделе стабилизируются. У многих видов рыб приближается нерест, что естественно отражается на их поведении и аппетите. Густеру ловим в густях рек на фидер. В качестве насадки используем червя или мотыля. Окунь отлично будет ловиться на спиннинговые снасти, на небольшие блесна темных оттенков. Галавль и язь лучше всего ловятся на реках с небольшим или средним течением, на мотыля или личинки насекомых. Не забываем о прикормке, так как это неотъемлемая часть рыбалки по холодной воде. Мы желаем вам хорошо провести время на рыбалке и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин